Приветствую! Почему Министерство образования нужно будет переименовывать в Министерство магии? Ответ и будет в этом видео. И этот ответ не просто какое-то эфемерное что-то, что родилось в моей голове. Нет, этот ответ будет базироваться на законопроекте. На законопроекте, который подан слугой народа. И слугой народа в том смысле, что это представитель партии слуги народа. И сейчас мы с вами поговорим о том, как же мы будем уходить от образования в магию. В принципе, мы с вами прекрасно знаем, что образование не являлось каким-то таким основным трендом в нашем государстве. Ну, как мне кажется, последние годы я, работая в сфере образования, этого не наблюдал. И последние заявления, опять же, говорят о том, что образование не является первоочередным у нас каким-то трендом, первоочередной задачей. И мы с вами видели совсем недавно, как в очередной раз власть говорит, что надо сократить количество вузов, надо сократить количество преподавателей, надо тех студентов, которые уехали из Украины, лишить стипендий, ну, а тех, кто остались в Украине, лишить отсрочки. Ну, собственно говоря, поддержка образования, так сказать, в полном виде. При этом, правда, мы же с вами знаем, что нам не нужно образование. А почему? Да потому что все высокие технологии, все научные достижения, которые в этом мире сделали, сделали мы. И мы их сделали настолько много, что, ну, а зачем нам уже образование? Мы и так впереди планеты всей. Поэтому от образования к магии. Я серьезно, я говорю на полном серьезе. Ну, на столько полном серьезе, насколько можно говорить, обсуждая законопроект. Законопроект про эзотерическое образование. Давайте начнем его смотреть. Вот, вот этот прекрасный законопроект. Если вдруг кто-то сомневался в моих словах, смотрите. В Несты, до Закона Украины, про Освиту. Это базовый закон у нас в сфере образования. Понятие статей 21.1 с названием «Эзотеричная освита». На полном серьезе в законе об образовании, в базовом законе об образовании в нашей стране хотят добавить такое понятие, как эзотеричная освита. Понятие предлагают. Эзотеричная освита – это отримание людиною знаний той информации, призначенных для обмеженного кола осіб, которые местят элементы, альтернативные загально принятым науковым понятиям. Кстати, обратил внимание, вот тут про обмеженное кола осіб. Ну, как говорится, поймут не только лишь все, да? То есть это знание, которое будет доступно не всем. Поэтому сразу мы говорим, что образование не должно быть доступно всем. Что здесь в эту эзотерическую освиту хотят включить? Смотрите, что сюда включают. Астрология, торология, нумерология, рунология, экстрасенсорика, знахарство, целительство, йога, таинчи сферы духовных, энергетичных и физичных практик. Астрология, торология, нумерология, рунология, экстрасенсорика – и все эти слова в законе об образовании. Ну, как вам? Как вам предложение? Ну, тут, знаете, хочется сказать смех смехом, но до того, как эти предметы станут обязательными в школе, осталось 3, 2, 1. И теперь к цифрам. Раз мы уже заговорили о счете, да, нужно же с цифрами разобраться. Так вот, человек, который подавал этот законопроект, безусловно, является поклонником нумерологии. Почему я так думаю? Давайте посмотрим. Сейчас на экранах вы видите картку законопроекта этого. Посмотрите, когда же он был подан. Какую дату? 23.11.23. И это говорит о том, что однозначно данный законопроект будет принят. Почему? А мы же с вами знаем, что 23 – это число Бога. Это та цифра, которая определяет все. А здесь она дважды это определила. И, конечно же, тут еще можно найти загадки или ответы. Смотрите, цифры есть 11 и 20. Если из 20 вычесть 11, то получится 9. 9.11. Число Афириса, а не просто так. А давайте посмотрим дальше. 10. Вот здесь 10-я сессия. И здесь 10-ка стоит. Вот первая она идет. А дальше вот цифра 9. То есть 10.19. Думаете, просто так? Нет. Вот здесь в номере тоже, смотрите, 8 и 3 – это что у нас 11, минус 2, 9. То есть 10. Вот у нас есть 10 и 9. И здесь у нас 10-я сессия 9-го созыва. Тоже 10-9. Какое интересное совпадение. И совпадение ли это? Нет, конечно, друзья, никакое это не совпадение. Это нумерология. Нумерология – это то, что скоро будет называться образованием. Вы сейчас смеетесь, а я уже, как видите, разбираюсь. И про Асириса знаю. Как обосновывает этот законопроект человек, который его подал? Есть в картках всегда пояснювальная записка. С законопроектом подается пояснювальная записка. И вот давайте почитаем, а что здесь он написал? Почему же нам нужен этот законопроект? Смотрите. На данный час у суспильстви сформировалась необходимость визнания эзотеричных послуг та эзотеричной освяти невидъемной частиною сучасного життя. А как вам? Вы чувствуете, каждый из вас уже чувствует вот эту? Необходность визнания эзотеричных послуг та эзотеричной освяти невидъемной частиною сучасного життя. Кстати, дальше что предлагается сделать? Что все, кто занимается эзотерикой и хочет обучать этому людей, должен попасть в реестр, в реестр эзотериков. Реально он предлагает создание реестра вот этих субъектов, которые будут предоставлять такие услуги. Услуги в сфере образования, в сфере эзотерического образования. Эзотерическое образование. Да, так вот, реестр будет, государственный реестр. Кабинет министров Украины по замыслу автора законопроекта должен будет установить еще и порядок выдачи дипломов. Ну, мы же помним необхиднестие у суспильстве. И один вопрос у меня, один вопрос. А как выиграть в лотерею с помощью нумерологии? Можно какой-то этот? Ой, я это вслух сказал. Нет, конечно, у меня вопрос более важный есть, более глобальный. А вот такой он, знаете, звучит так. А нет ли у нас более важных дел сейчас? Вот у нас реально нечем больше заняться в 23-м году. Кроме как создавать реестр эзотериков. А что такое создать реестр? Это деньги. Это деньги. А реестр нужно администрировать. Это тоже деньги. А у нас же сейчас все нормально и нужен, безусловно, вот этот реестр. И, знаете, грустно на самом деле, что вообще депутаты доходят до того, что подают такие законопроекты. А с другой стороны, не грустно, ты понимаешь, к чему это все ведет. Тест, окно овертона. Называйте это как угодно. Но я считаю, что такой законопроект, он ведет к тому, чтобы разрушать систему образования мягко, нежно, с любовью. Но разрушать ее. И разрушать подход человека. Ведь классическое образование строится на том, чтобы человеку показать, как устроен мир, показать, максимально показать реальные связи в этом мире и человека погрузить во что-то реальное. А нам предлагают астрологию, торологию и нумерологию. Конечно, кто-то сейчас может сказать, эх, когда-то и Землю считали плоской. Да, с тех пор ничего не поменялось. Вот эти же как раз люди, которые любят астрологию, нумерологию, эти люди и сейчас продолжают считать Землю плоской. И именно этим людям легко внушить какие-нибудь интересные истории. Истории, которые позволят этими людьми управлять. Ведь когда человек изучает не нумерологию, а математику, он изучает строгую логику. Он четко формирует у себя в голове логические связи. Но зачем нам такой человек? Нам такой человек, конечно же, не нужен. Нам гораздо лучше человек, которому мы сможем объяснить, что цифра 23 является числом Бога. И все это объясняет. И все. А потом умножили ее на корень квадратный из 9,11. Возвели в степень Осириса. И все окей. И все сразу стало понятно. И человек все понял. И стал каким? Ну, конечно же, понятно каким. Легко управляемым. Потому что когда из человека выдавливают все рацио, то остаются эмоции. А эмоциями легко управлять. И такие законопроекты, конечно, я надеюсь, профильный комитет, да и другие комитеты зарубят и не пустят. И я надеюсь, что есть люди, которые понимают еще ценность образования и не допустят вот такого поэтапного растаптывания, растаптывания образования как одного из столпов вообще государства. А что вы думаете по этому поводу? Или может все-таки это я заблуждаюсь и мы сможем с вами там просчитать номера лотереи, да, в конце концов, зачем нам эта наука нужна? Или по астрологии вычислить, как там, когда границу можно пересечь или я все-таки ошибаюсь? Ой, ладно, друзья, не воспринимайте это видео всерьез. И, ну, частично, частично, да, частично, наверное, надо его все-таки воспринять всерьез. Вот, хорошего вам вечера. Надеюсь, я вас хотя бы чуть-чуть отвлек от какой-то повседневной суеты и от военной тематики, которая у нас уже вся, которой мы уже пропитались с вами и, может, даже, надеюсь, чуть-чуть заставил улыбнуться. Все, друзья, хорошего вам вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok